В комментариях под роликом азербайджанские юзеры пишут оскорбление в адрес певицы и призывают не впускать ее в страну. Видеоролик, в котором российская певица Любовь Успенская призналась, что в разгар Карабахской войны спела в Азербайджане армянскую песню, вызвал бурную реакцию в сети и шквал критики среди азербайджанских пользователей. После концерта эти азербайджанцы привезли меня в ресторан. Мы набухались, и тут попросили меня спеть. Я была настолько пьяная, что не понимала, где я, и начала петь на армянском Андроник, Сироп. Бакинские музыканты несколько минут сопровождали, а потом встали и ушли, рассказывает певица на видео. После она садится за рояль и начинает петь на армянском языке песню о любви к Армении, а закадровый голос повторяет, Джан, Люба Джан. В комментариях азербайджанские юзеры пишут оскорбление в адрес певицы и призывают не впускать ее в страну. Некоторые активисты предложили отправить это видео Эмину Агаларову, чтобы тот больше не приглашал певицу на фестиваль «Жара» в Баку. А знаешь, что я сделала? Когда вот это был самый разгар, когда в Карабахе, да, я приехала в Баку на гастроли, короче, отпела концерт, пришли мы в ресторан, эти азербайджанцы меня привезли, слышишь? И, короче, не, послушай, они привезли, мы набухались, слышишь, в дрибадан. И я, они говорят, спой, Любаджан, что-нибудь, не, не, Люба Джан, они, Люба, спой. Я выхожу на сцену, себя музыканты бакинские, я говорю, тональность такая, говорю, я не, я, как я, не понимаю, я нахожусь и начинаю петь, это Андро, Аники, Серов, они играют и потом постепенно уходят. Я спела. Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кочарян покинул кафе Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Куку сидел на скамье подсудимых Его обвинили в неосторожном убийстве по статье 103 Уголовного Он был приговорен к двум годам условно. Очевидно, что Куку самовольно, не по собственному желанию совершил это убийство, тем более, что ключевой свидетель утверждает, что жестокое убийство произошло со стороны нескольких телохранителей. Иными словами, охрана Кочаряна по всей видимости получила приказ от второго президента, которому не понравился тот факт, что к нему обратились с фразой «Привет, роб!». Не случайно, что Кочаряна с цинизмом сказал, что с Погосяном провел бы иную беседу, если бы он не был мертв. С другой стороны, если бы истязание и жестокое убийство Погоса Погосина не произошло бы по указанию Роберта Кочаряна, то суд не принял бы такой гуманный приговор по делу телохранителя. Иными словами, приговор суда был продиктован со стороны Баграмина 26. Думаю, необходимо, чтобы правоохранительные органы дали бы ход заявлению Ньютона и осуществили бы новое расследование по делу об ужасном убийстве, имевшем место в кафе «Поплавок» с целью применения нового наказания в отношении авторов и заказчиков убийства. Раскрытие преступлений, совершенных в прошлом, помимо правового, имеет также политическое значение. Все варианты реставрации Кочарянизма должны быть исключены, общество должно быть досконально проинформировано обо всех преступлениях, совершенных в годы 20-летнего правления криминально-олигархической власти. Накануне в российской столице стартовали праздничные мероприятия ко дню города, Москва празднует свое 872-летие. На главной праздничной сцене в ВДНХ ко дню Москвы выступили творческие коллективы, представляющие национальную культуру народов, проживающих в столице России. Для москвичей и гостей столицы прозвучало стихотворение известного армянского писателя Ягише Чаренце «А я солнцем вскормленный язык моей Армении люблю на армянском и русском языках». Под звуки дудука в исполнении внука всемирно известного музыканта Дживана Гаспаряна, Дживана Гаспаряна-младшего, танцевальный ансамбль «Цветы Армении» исполнил древний армянский танец «Берт». На концерте, посвященном Дню Москвы, присутствовали также президент России Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин. В своем выступлении Владимир Путин сердечно поздравил москвичей и гостей города с праздником. Стартовавшие накануне праздничные мероприятия продолжатся также 8 сентября. Ранее Русарминфа сообщила, что в Армении пройдут праздничные мероприятия, посвященные 872-летию Москвы. Подписывайтесь на канал, чтоб не пропустили новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok